Развитие взаимной торговли в условиях Евразийского экономического союза, восстановление разобранной железной дороги и возможность поставки природного газа в Северный Казахстан. Эти вопросы делегаты из Петропавловска обсудили со своими партнерами из Омска. В рамках делового визита был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве. Омск и Петропавловск разделяют всего 300 километров. Два приграничных региона связывают давние партнерские отношения. Поэтому на этот раз делегаты из Северного Казахстана приехали не для того, чтобы обмениваться контактами. Все и так давно друг друга знают и уже успели подружиться. Главная цель визита – укрепление многолетнего сотрудничества и решение общих проблем. В рамках деловой встречи предприниматели и представители госструктур двух соседних государств подписали ряд взаимовыгодных соглашений. Цели, конечно, грандиозные. Хотелось бы, чтобы производство увеличивать, чтобы спрос в Омской области, соответственно, был выше. Подписываем меморандум мы сейчас со 100 тысяч тонн. 100 тысяч тонн щебня – это лишь малая часть от всего объема, который могут обеспечить североказахстанские недропользователи. Если удастся восстановить разобранный участок железной дороги между Омской и Североказахстанской областями, то отечественные горнодобывающие предприятия смогут экспортировать в соседний регион России до 2,5 миллионов тонн в год. Это очень важная транспортная артерия. Она важна для того, чтобы мы в Омскую область могли отгружать наш инертный материал, который является дефицитом в Омской области. Важно сейчас вовлечь сюда частный бизнес и в рамках государственного частного партнерства эту работу реализовать. Села Омской области газифицированы. К этому же стремятся и власти Северного Казахстана. В ходе переговоров наши делегаты попросили россиян рассмотреть возможность поставки природного газа в приграничный регион. Казмоногаз точно не сможет протянуть на всю территорию Казахстана. Это очень дорогостоящий процесс. Поэтому если бы Газпром, я постараюсь обсудить это с Алексеем Борисовичем, если найдем понимание, то, конечно же, мы смогли бы закрыть Североказахстанскую область с российской стороны. Амичи полностью обеспечивают себя продуктами, не отстают от них и североказахстанцы. В аграрном регионе яиц и молока производят в 10 раз больше, нежели потребляют. Мясо тоже в переизбытке, поэтому главы двух соседних областей договорились создать максимально удобные условия для развития взаимной торговли. И возможно, что уже скоро в Омске появятся отдельные точки с товарами казахстанского производства. Нургуль Ахметова, Дмитрий Рура, Омск, Россия.